Вот сегодня мы приехали в Петровский район, тоже это все находится недалеко от линии фронта. И приехали в семью к маме-одиночке, у которой пятеро детей. Она позвонила, сказала, что в доме тоже еды практически нету. Те пособия, которые платятся, ей не хватает на то, чтобы прокормить такую большую семью. К сожалению, она осталась одна, без мужа и с пятью детками на руках. Ей нужна помощь. И вот благодаря замечательным людям из Норвегии, норвежцам, и замечательной группе помощь детям Украины норвежской, под руководством Игоря Губаря, Арины Опсал, Надежды Фетисовой и очень многих других замечательных людей, которые не остались равнодушными, помогают таким деткам. Огромное им спасибо, низкий поклон. А вот мы купили здесь им два продуктовых набора. Также купили памперсы. А детское питание и пачкеты, детский сок, все это предоставила замечательная женщина из Донецка, Магарита Марго. Молодая, прекрасная девушка, которая тоже устроилась на работу и выделяет свои личные средства для того, чтобы обеспечить вот таких деток. Продукты у нас, как всегда, вы видите, мой продуктовый набор, здесь все самое необходимое. И наша семья теперь останется на какое-то время сыта и довольна. Ну, сюда прилетали снаряды, здесь было очень громко и каждый день громко, но, по крайней мере, снаряды не приходят. И вот здесь мы видим манежик нашего маленького ребенка. И вот совсем недавно осенью сюда прилетел снаряд и осколок пробил. Вот здесь окно прямо над манежем маленького прекрасного ребеночка. Как вы поживаете здесь? Трудно вам? Трудно. Слушаем, бомбят. Ну, громко, очень громко. Бывает так, что даже окна трясутся. Коридор выходим, сидим в коридоре. А подвала у вас нет? Нет, подвала у нас нет. Поэтому выходим туда, где поменьше стекол, на всякий случай. И так вы практически каждую ночь? Практически, да. Бывает, что спим. Но это очень редко. Ну, ничего, мы вас не забудем. Мы будем стараться вам помогать. Огромное спасибо братьям норвежцам. Спасибо всем, кто принимал участие. Маргарита, Марго за детское питание. Да, всем большое, огромнейшее спасибо. Потому что, действительно, без помощи в наше время сейчас выжить это очень сложно. Тем более, с таким количеством деток. Детки кушать хотят постоянно. Одеваться, обуваться. Поэтому очень сложно. Сейчас очень сложно. Всем огромнейшее. Просто огромнейшее спасибо. Спасибо, братья. Вот, я уже снял. В принципе, можете налетать. Спасибо.